Да, я смотрела, обратите внимание на решение из мести. Что-то такое было, у вас так руки чешутся? Да, чешутся кого-то убить. Убить? Но мы пасифику. Да, то есть у вас просто карточка пасифику, там написано так, нет, на мафиози, да, чёрный или дон. Да, написано так, правильно? Можно я пересмотрю? Да, пересмотрите, да. Я верю на это. Я вам же не зуб лечил, не глаз, так что я не знаю. Болит до сих пор. Внимание, город, начинается аппетит. Первый меняет игрок номер четыре. Значит, не знаю, пятёрка вафии или нет. Если вы играете за город, говорите более... Это было похоже, знаете, на что? Всем кидают провокацию, вы понимаете, что какой-то опытный игрок. Вы подсоединяетесь. Номер четыре тоже говорит за десять. Сейчас сливаем все дружно десять. Класс, она оказывается какой-то ролью. То есть не факт сейчас, что она вафия. Но ваши голоса, даже те, кто играет первый раз, они весомые. Вам сейчас важно сделать свой выбор. Мне кажется, вот вы сейчас послушаете речь, номер восемь будете говорить после меня, а я вам буду маяковать мафию или нет. И получите за это фунт. И получите за это фунт, да. Забрайте это фунт. Спасибо всем. Так, хотел бы отметить номер десять. Почему? Ну, скажем, есть к чему придраться на первом круге. Я считаю, для меня это действительно показатель мафии. Еще плюс я не люблю, скажем так, вот когда сидят, отмалчиваются с первого круга. Я знаю, что новеньким тяжело обычно играть, но поверьте, среди новеньких всегда есть мафия. Потому что есть тут законы и подтвердят тех, кто долго играет. Я говорю, в первый раз, они рассказывают, что часто попадают мячкам и везет на мафию. Хочу обратить номер пять, что мафии всегда три за столом. И надо всегда, скажем так, делать подозрения. Для меня сейчас это номер десять. Я говорю, человек, который является мафией обычно, он ждет быстрее по разоснуть, посмотреть кто с ним в команде. И когда все еще бодрствуют раз, человек спит. Это уже показатель для меня к чему. Я не хочу бросать. Хорошо, провокация на игрушку, по-моему, прошла, но сносить хорошо не будем. Мы сносим, скорее всего, у игрока номер один. Да. Так что, не считайте примазку, если я тройка обменяла по красному, у игрока номер шесть. Абсолютно согласен. Пятерка, я так понимаю, первый раз сыграла. И просто на десяточку, скорее всего, присоединилась, потому что не знала, как вообще кого обвинять. Четвертку все время снимал, и поэтому был невнимателен. Его обвинения, на самом деле, были черные. Но, по-моему, такие невнимательные обвинения, чтобы что-то сказать. По шестерке, семерке ничего не скажу, они все сказали хорошо. В принципе, мне не понравилась девятка, потому что когда шла провокация на единичку, девятка пытался на тройку, как отвлечь внимание от единички по полной программе. То есть только на единичку пытаются ее как-то дожать, и все такое. Ой, девятка там начинает стройку, опять пытается на единичку, опять девятка на другую сторону. Ну и я поблагодарю номер восемь за такую насчетную лекцию. Значит, по поводу себя я отвечу. Когда люди бросали провокацию номер один, что не было, я еще раз вам повторюсь, вы невнимательные шиши. Поговорить с номером три, я с ней играю первый раз. Я прощупал игрока, кинул тоже и провокации. У меня, я не знаю, это было. Потому что вы промолчали весь день. Это делает, по-моему, вашу роль более черной, нежели мое поведение. По поводу номера одиннадцать, возможно, она тоже вызывает подозрения. Я соглашусь. Десять, одиннадцать, они как-то там промолчали, не знаю. И так начинается каждая игра. Я спокойно сижу, я смотрю на город, изучаю реакцию людей. И в результате чаще всего меня в начале игры сразу же сливают из-за моего спокойного поведения. Я буду голосовать против номера один, потому что мне кажется, что она действительно засомневалась в своей карте, когда номер девять, кажется, не провокация ее стоила. Поэтому я буду голосовать против нее сейчас. Дальше будем присматриваться к номеру восемь, который опять пытался меня издинить, непонятно почему и непонятно с чем пустил. Пустил номер двенадцать. Ну вот, как бы, не знаю, кто обратил внимание на эту провокацию. Это была такая, нет? Вы мафия? То есть она, не знаю, говорит «да», то есть ее уже спалили. Для меня вот она черная тоже игра. Что-то я тут склоняюсь. Еще вот это оправдание номер десять. Я заслыла, потому что я устала умерстить. И это этих пять секунд, это, я не знаю, это оправдание очень странное как-то. Вот это номер десять. Она в прошлую игру тоже играла так скромно и отрешенно. Ну, я хочу сказать, что моя неуверенность в моей карте, что я ее присматриваю, это не является доказательством того, что я являюсь мафией. Правильно? Так как я играю первый раз, реакция всех игроков, конечно, обвинений, каждого из вас очень интересна. Но я хочу заметить то, что реакция может быть совсем другая. То есть человек, игрок, который хочет, ждет какие-то обвинения в сторону другого, он может являться действительно мафией, правильно? Чтобы отвести от себя подозрения. Поэтому я предполагаю, что мафией является номер четыре и, возможно, номер два. Ну, третьего я не могу сказать. Спасибо. Спасибо, что было. Спасибо. Спасибо. Почему вы решили проверить? О, нет. Вы решили? Да? 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 Нет. Нет. Начинается. Вы решили? На один. Один. Девенадцать. Номер шесть. Вашего. Клова. Поздравляю вас. Это очень-очень. Мы сыграли с вами зато. Внимание. Верните всех, пожалуйста.